здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в студии заведующий лор отделением виталий алексеевич исаев любилецкой областной больницы я так понимаю что стационарное отделение номер два здравствуйте это алексеевич и но вы понимаете что вы пришли к нам от все люди которые работают в кадре на радио в кино все кто говорит ну и дышит тоже естественно это все ваши потенциальные клиенты ну есть такое длинное сложное слово отоларинголог выговорил уже хорошо вот скажите пожалуйста разница есть какая-то между лор лором и так почему такое название или это такое правильно как вот на этих самых на медикаментах пишут название одно а состав другое нет на самом деле это одно и то же просто лор это более сокращенно лор это ларинкс гортани ухо и нос лор а вот реноларингологии более подробное название специальности за систем до что ухо гортани нос получается что но еще было пойти ухо горло нос до напиши советская система или проще ухо горло но да то есть возникает вопрос немножко поговорим напомним об этом аппарате человеческом потому что она здесь бывали люди которые за сердце отвечают были люди которые отвечают там я не знаю за кости которые отвечают за состояние наших нервов и так далее самые разные направления и казалось бы но он дышишь и дышишь и хорошо и не замечает человек иногда что он не носом дышит артом рот закроет хорошем смысле слова и начинает как-то неправильно организм работать потом кто-то вдруг начинает не так слышать какие-то дисбаланс до появляется но уж про болезни горло до тем более вот после особенно пандемии во время пандемии красное горло мне кажется нет наверно такого человека который никогда не имел покраснения вот на сегодняшний день вот вы как врач среди коллег по другим заболеваниям насколько это такой опасный для заболеваемости открыты для заболеваемости органы вот эта схема органов заболевания органов на самом деле очень распространены и первые какие органы начинают страдать при воспалении это вот именно урорганы воспаление ворота до верхних дыхательных путей так как входа входные ворота для всей инфекции в основу горло конечно и нос ну а уж это скорее всего уже когда выходные отверстия да это уже потом осложнение один и вот эти вот осложнения воспаления верхних дыхательных путей ринитов оренгитов это уже но если верхние дыхательные пути я сейчас говорю как чтобы вы не думали что я профессионал но просто когда вот с врачом говоришь вы же наверно сталкивались а какой вы врач лор а так что а лор это это сразу а вот доктор у меня это я говорю сейчас просто вот с точки зрения все мы когда-то что-то лечили но дыхательные пути вот бронхит да как когда ты ощущаешь что у тебя вот здесь что-то идет и в общем то как наверно самая плохая история тоже воспаление легких да когда это все все начинается через свечный дыхательных путей в путях а потом спускается в нежележащий дыхательный пути может закончить бронхитами пневмониями да и я так понимаю что когда была пандемия то вы ваша специальность это тоже одна из таких важных потому что все входило через это я помню как мы все брызгались и нам говорили что и маску и не просто маску а носили даже такие на пластмассовые до защитные устройства для того чтобы на слизи на слизистую не попала вот на сегодняшний день вроде бы мы но если не победили этот вирус окончательно то по крайней мере знаем что с как с ним бороться что с ним делать вот почему так устроен человеческий организм что но если холодно лишен почему никакая перегородка там не запрограммирована сверху нет он был устроен так что да там есть защитные механизмы но они не всегда срабатывают это и в зависимости от иммунитета человека то окружающей среды от загрязованности загрязнения воздуха например живем в мегаполисе вида где очень много загрязняющих веществ там бактерии что-то дышим а нотка откладывается на нос но защищает организм но тоже защитные механизмы организма тоже не беспредельные защитные свойства поэтому человек начинает заболевать раз курение нашей привычки да все вы дать сразу курение чтобы чуть-чуть то что этот вопрос последнее время но на мой взгляд с точки зрения стоимости сигарет хорошо до решается потому что мы все таки многие отказываются но зато у нас же расплодилось какое-то невероятное количество вот этих вот всевозможных электронных сигарет и по моему уже от мала до велика и многие с таким с такой радостью сообщают что это же там вообще ничего плохого нет и так далее но это все идет туда конечно это также начинаю и верхние дыхательные пути страдают и нежележащий дыхательный пути страдать из этой начинается потом сначала острые процесса за ними и потом хронизации ну хранить переходят в хронические да если не проводить профилактику и то есть получается так что грубо говоря если я что-то не то съем желудок все-таки находится внутри то в него это что-то плохое должно зайти и тогда она там нарушает какие-то до работы а здесь получается я в принципе все время нахожусь между положительными отрицательными какими-то то что в меня входит тем более мы же говорим как я вот своим студентам говорю журналистам что руки есть ноги есть голова есть а голос это то чего нет то что мы делаем с помощью воздуха и мы постоянно вынуждены говорит дышать целоваться да и это все собственно говоря является как ни странно одним из способов заболевания вот тогда возникает вопрос может быть нам всем масках ходить постоянно чтобы ничего туда не попадало или это не помнишь и проблему нет это но проблему-то не решит в момент пандемии да когда была мама масса в этом могу заражению проходить людей там и контакты это могло спасти но сейчас это не решит а проблему хорошо какие вот на в основном сейчас заболевания я так понимаю что но условно ангина дали какое-то покраснение горла на что подразделяются заболевания вот в системе лора какие вы бы выделили скажем больше всего к вам приходят с этими заболеваниями заболеваниями нарушение носового дыхания перегородка но воспаление до полости носа риниты фаренгиты это когда все время до выделения из носа нос плохо дышит закладывая идет гегеморита до которой а это в свою ведет к воспалению придаточных пазух носа гайморит и фронтиты а это говорят что может даже к летальному исходу да бывает что я суда хода до очень серьезных осложнений в виде там до менингита который может привести к летальному исходу но это то что с носом связано с да а сортом это фаренгиты с гортанью гортань до ларингиты вот именно как ты часто которые используют вот курение многие люди курят используют другие какие-то вещества или любые некачественные продукты которые там всякие приводах хроническим процессом в той же гортани нарушению дыхание и голосообразования ну и возникает вопрос что мы очень часто видим людей которые но так как мы говорим на медицинскую тему до которые чихают которые у них уже в прямо прямо вырабатывается такое они даже не замечают да вот сопливость какая-то все время и ты думаешь и человек просто заболел то как-то от него сейчас знать как сразу такого человека подальше а на самом деле у него все время какие-то идут выделения из горла из носа это просто хронический процесс он для окружающих не опасен такой человек да но это он не просто хронический процесс и как тогда этот человек таких больных же довольно много это вообще лечится или вот это уже так как мы говорим хроника так но здесь нужно проводить просто профилактическое лечение да если есть хронические заболевания они есть хронические поэтому они не лечатся но они бывают стадии обострения и ремиссии нужно проводить профилактическое лечение чтобы как можно чаще они были линия а лечение я так понимаю есть вас двух направлений до операционное вмешательство это когда например там пазухи перегородки до оперативное лечение до операции не консервативная давайте начнем с оперативного потому что это всегда нравится зрителям и главный вопрос который я помню с детства задают это по поводу миндалин да потому что все мы в детстве я помню задавались главным вопросом тебе удаляли не удалили логика такая моя логика что но раз она есть хотя тут же в скобках и аппендицит тоже есть на значит она вроде как полезная история потому что нам говорят что вот эти самые миндалины защищают нас от какой-то части вот этих вот вредных всех веществ но они же естественно если эти вещества обостряют у каждый раз ты болеешь какой-то вот аля ангиной другие говорят вот если их удалить да ты не будешь часто болеть ангины но зато в тебя будет поступать огромное количество уже никакие так вот нужно удалять миндалины или нужно удаляет их сегодня или не удаляет что горит современная медицина так ну например есть начнем с того что если раньше жили там 20-30 назад считалось что нужно их удалять и очень часто использовали ты такую операцию применяли тонзилоктомии удаления не нёбных миндалин да то сейчас нет это все проходит происходит по очень строгим показаниям то есть они очень важны и такая составляющая нашего иммунитета если есть показания это но декомпенсирована когда стадии происходит что такое разве то когда от них больше скажем проще так для что люди было понятно больше про же вреда чем пользы тогда их надо удалять потому что если их вовремя на при не удалить то может произойти поражение но уже более жизненно важных органов до сердца ждать сердце почки и так далее да я помню да что если она сильно уже воспалиться когда температура за 40 уходит то это может плохо когда часто ангины то удалять надо да потому что может поражение сердца быть а это жизненно важный орган то есть все на сегодняшний день и кто что касается вашего ваших лорозаболеваний тоже не делается так раз удаляем раз удаляем то есть надо исследовать посмотреть сначала обследовать поставить точный диагноз и уже потом до определять потом у нас есть огромное количество лекарств которых написано отхаркивающие средства ну такое слово не очень даже телевизионно тем не менее она есть я так понимаю что если организм этим занимается да это все идет через гортань то это как бы он сам очищается от чего-то да но если мы бронхитом болеем какого-то скапливания жидкости и так далее если этот механизм работы значит мы понимаем что организм работают то есть иммунитет выработан ну то есть это хорошо потому что многие я к чему веду веду к знаменитым всевозможным лекарствам пшикал ком как говорят просто в народе да вот когда что-то покраснение но 1 рейс в горле это уже по нашей профессии я понимаю что надо идти в эфир ты берешь все себя напичкал и тогда как правильно если человек заболевает вот какими-то болезнями верхних дыхательных путей их лечить только может быть полоскание или таблетки или сразу антибиотик шуровать нет значит во первых надо обратиться к врачу и нельзя заниматься самолечением нужно сначала поставить диагноз определить что это такое а потом уже именно применять то лечение которое нужно на этой стадии на этом этапе то есть антибиотики сразу ни в коем случае нельзя потому что очень часто я сначала это вирусная инфекция а как известно антибиотики на вирус не действует вот если уже за после вирусной инфекции может быть как вторичная инфекция бактериальная тогда и антибиотики то есть она уже серьезно сена да но вот народное средство я вот честно скажу признаю что сода йод перемешал или как-то называлась к раньше фурацелин по моему сейчас продуматься таких за сумасшедших денег стал стоит раньше он вообще-то не замечал сколько не будем сейчас об этом но тем не менее полоскание для горла это жена на самая важная история или все-таки таблеточное решение тоже ну на начальном этапе можно конечно пополоскать да есть если будет эффекту достаточно этого будет если нет то есть более до серьезный препарат антисептический сейчас современный и таблетированные формы и виде спреев но все равно все надо прописывать исходя из показать да вот на этом месте делаем паузу потому что у нас есть еще нос есть еще уши знаменитые отиты и люди их боятся да и продолжим разговор заведующим лор отделением а виталием алексеевичем исаевым это программа открытый диалог с вами николай пивненко и напомню что у нас гостях заведующий лор отделением а виталий алексеевич исаев речь идет о стационарном отделении номер два и возвращаемся ну про горло понятно говорить можно долго тем более уж я тут использую служебное положение это мне знакомая история заканчивая эту тему с горловыми с гортанными болезнями ну даже не берем сейчас курящих не говорим о теме рак горло потому что это понятно к чему это может привести но тем не менее насколько такие заболевания приводят могут привести к воспалению легких что может быть летальным насколько неправильное ну не профилактирование и неумелое действие собственной гортани может привести к раку гортани вот каким-то ну наши люди всегда знаете как во всех медицинских вот интернет откроешь там всегда в конце есть если вы не займетесь вам лечить это может привести к онкологическому заболеванию вот насколько лор врачи отмечают предрасположенность таких гортанных болезней к раку горла или плановому переходу к воспалению легких ну сейчас конечно да вот эти именно онкологические заболевания и хронические заболевания верхних дыхательных путей именно наших органов в частности гортани да очень много увеличилось это когда человек много курит злоопотребляет алкоголем да это приводит к онкологическим заболеваниям и многие уже к нам обращаться на скажем так на последних стадиях поэтому каждый больной уже не ваш больной скорее уже они к нам уже обращаться с но сначала к лорам да потому что у них там возникает например первый симптом это осиплость голоса они ходят могут два три месяца ходить и уже там опухоль может разрастись достаточно до больших таких размеров вы можете ее до увидите если у нас есть методы а наше отделение оснащено до современным диагностическим оборудованием и там поговорим в конце за эндоскопическим поэтому мы это можем увидеть и диагностировать хорошо и воспаление легких ведь это же первая дорога к воспалению легких ну да сначала как это входные ворота как мы уже говорили про это да и может уже перейти и в аква перейти к воспалению легких да но это больше уже нами терапевтическим относится заболевания начинается как из этих вас хорошо обещал уши и естественно нос мы тоже об этом говорили вот люди тоже многие спрашивают человека есть два способа основного два способа как ни странно дыхание либо ртом человек дышат либо носом причем человек который дышит ртом он вполне может дышать носом на ему почему-то но он же как ему проще вот или например когда плавание учит говорит там раз выдала рот и выдох через нос и там наоборот вот скажите это симптом для человека что не что-то не так работает если он ртом дышит или это не так страшно как кажется нет это стоит если начинать ртом человек дышать это стоит сразу насторожиться это не все же из дышит так туда это тоже неправильно значит это обратиться к специалисту выяснить причину почему он дышит ртом а не носом потому что через рот попадая все равно меньше кислорода а то есть как бы больше да но это все связано с особенностями организма что там из-за разницы давления через нос больше поступает именно воздуха и значит не будет гипоксии значит будет головной мозг и кровь больше красного насыщаться кислородом а если ртом и во-первых через носа воздух который внешне он загрязнен мы уже говорили то да и там а там есть фильтры стал он очищается там есть до специально слизистая она выслан там мерцательным петелем который защищает от проникновения вот этих инородных частиц в нежележащий дыхательный пути а через рост нет он сразу попадает и в ту же гортань трахеи в легкие соответственно лучше выдыхать наоборот ну да ну по и дышать тоже нужно правильно потому что от к правильного дыхания и продолжительность жизни тоже за конечно такая известная история здесь у человека есть такой симптом то надо идти к вам сразу обратиться до специалистов ну а теперь а те ты всевозможными один раз жизни такой был я думаю что на наших телезрителей тоже бывало когда я зафиксировал для себя что ты как бы идешь и такое ощущение что все твои уши направлены внутрь тебя ты слышишь как бьется сердце шаги какие-то как вот идешь по улице но ты слышишь как-то изнутри вот это тоже заболевание она похожа на забыла заболевания гортани или ушные болезни уже извините за такое сосчитание то что-то другое это немножко тоже на другому механизм устроен да там совсем по-другому устроен механизм во-первых если уши болят это одна из самых сильных болей вообще даже сильнее чем зубная боль если гортань там это мы просто осиплась голоса нам какой-то качество жизни снижается чок-то боль она уж на я нам не то что качество вообще человека каждый как бы очень мало было так и тяжело это будет переносить но и опять же все эти ты связаны с воспалением верхних дыхательных путей то все равно оттуда до связано с нарушением носового дыхания ну а скажем так ну мы понимаем к чему может привести вот и гортанные болезни до носовые а вот уши это же еще и слабая чек когда человек теряет слух вот это тоже происходит да он также может потерять слух от воспалительных там процессов от вирусной инфекции очень часто терят от бактериальной инфекции и если например не лечить то можно снизиться данка только нарушение слуха может до про сейчас говорят что жители больших городов и городской округ выберется это большой тоже населенный пункт что мы стали слышать чуть-чуть тише что этот шум ну то есть мы как знать как песня которая то есть разговор на постоянном интершуме у нас называется да на подложечки такой есть да так такие вот научные разработки что все таки наши как год этот гул и мы вынуждены громче говорить и прислушиваться то есть падает у нас вот эти вот функции ну может быть да немножко чтобы связано может защитный как-то реакции организма до из-за вот тут постоянно вот эти шумы вибрации в городе очень очень все как-то против нас но дайте поговорим о лечении во первых насколько сегодня к вам приходят пациенты еще раз вот расскажите нам об оборудовании насколько вы даете вот ну максимально возможное лечение вот по своему направлению наше отделение до нас оснащено современным оборудованием как диагностическим так и для оперативных вмешательств к нам очень много приходит с маленькими пациентами где так приводят чтобы мы оперировали при том же нарушение носового дыхания бывает очень часто много операций мы проводим на органе слуха слуха улучшающие операции также мы проводим у нас есть прекрасно оперующие врачи прекрасно диагностическое оборудование так что еще у нас а вот насколько люди приходят все таки это такое но распространенное заболевание то есть я имею ввиду ухо-горло-нос да то есть очередь у вас или как ну то есть даст с охоткой к вам да да достаточно это распространенное заболевание то есть это одно из самых их одни из самых распространенных заболеваний мы одни из самых востребованных врачей вообще можно так можно выразиться и очередь у нас до достаточно если может другие к это специальности у них не особо нет очереди у нас есть очередь но мы стараемся конечно сократить эту очередь проводить больше операции но максимум нас две-три недели очередь на вот на плановые операции ну и финале потихоньку мы двигаемся это конечно же помимо оборудованию помимо вашего профессионального подхода опять же заходя в любую аптеку даже несмотря на то что сейчас ну с лекарствами какой-то вопрос у нас импортозамещение тает и ну и плюс цены цены всегда у нас со всех времен всегда хочется что-то дешевле некоторые дешевые старенькие средства проверенное время стали дороже тем не менее насколько сегодня человек придя к вам получает некий список лекарственных препаратов которые в принципе могут позволить ему но не на страшных стадиях до быстро быстрее избавиться от заболевания вот я по себе тоже знаю что бывает вот если горло начинает болеть то как минимум два-три дня но у тебя мучает список лекарств но к нам обращаются когда с консультативной целью приходят пациенты из поликлиник но мы по возможности стараемся назначать все самые современные препараты самые эффективные которые разрешено они разные или все-таки они но вот огромное количество спреев до которые там разная цена один стоит условно 300 рублей другой 900 в чем разница ну часто разницы нет это как и любой бренд угол дороже у кого если одинаковая действующее вещество одно и то же мы стараемся оптимально назначить самое эффективное и доступное но и разнородные способы все те же полоскания развиваю донетки но я так понимаю что у вас еще есть такая система промывания миндалин да какие-то такие еще есть подходы да это больше консервативное до лечения мы больше лишь на между обычным и операционным да уже мы чаще конечно больше у нас оперативное лечение до практикуется а это больше в поликлиническом звене а вот надо это делать потому что но есть такие рекомендации что промывать вот эти все но тоже слизистая вот то слово слизистая от слова слизь там образуются все эти если чеку промывают но опять же люди которые страдают этими всевозможными выделениями они же нами без этого не могут жить это целый комплекс до промывать например полость носа да нужно сейчас очень много вот этих промывающих жидкостей в продаже есть это мы рекомендуется что каждый день это делать но в общем колен конечно каждый день это не нужно делать там это курсами лечения надо пролечить промыть и все потому что организмом как самоочищающийся тут же пузова полость носа она самоочищающаяся если она просто не может то и надо помочь по промывать но не каждый день курсами да вот еще такой может быть интересный вопрос когда человек заболевает ну например там вот у него эти гланды болят наши миндалины знаменитые значит а либо у него горло заболело у него температура начинает но ведь если брать с точки зрения организма как мы говорим раз он дает нам сигнал что он он борется то есть наверное иногда это заболевание но как сказать не то что в пользу организма но как некая его перезагрузка что ли но раз что-то ты чем-то нам кажется это я заболел но я же потом выздоровлю если это не что-то страшное вот то есть организм изначально заточен на то что он должен сам себя лечить ну это саму да то есть иммунитет это человек заболевает у него на это заболевание вырабатывается иммунитет то есть в следующий раз был легче может перенести это заболевание но и я к чему просто веду что когда человек начинает заливать себя всем вот как вы говорите каждый день с утра до вечера потому что ему хочется вылечиться да ему кажется а по времени и по дням примерно то же самое получится то есть иногда наверное не нужно это делать а может быть и вообще не нужно делать да да все верно то есть надо следовать рекомендации рекомендациям до специалистов потому что вот все что касается вот за этих заболеваний конечно сейчас действительно всяких рассасывающих таблея так огромное количество и так далее но завершение давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям что те кто пользуется значит отделением номер два стационарного номер два то это алексеевич вы там встретите если что пароль наша лрт телевидения значит у него будет с улыбкой будет вас встречать с еще больше вот кто работает с вами кто коллектив насколько вам там комфортно сейчас ну коллектив у нас очень хорошие все опытные врачи в они владеют всеми видами операции как плановыми так и экстренными всеми вмешательствами также теоретически все врачи у нас очень хорошо подкованность то есть помощь будет обеспечен в любом случае ну что ж пасть да как экстренное так и плановое спасибо вам большое это алексей часа и заведующий лор отделением стационарного деления номер два отоларинголог видите я уже два раза правильно выговорил вам спасибо огромное поменьше вам болеющих клиентов побольше выздоравливающих это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания